Это не простые брюки в пижамном стиле. Не могу сказать, что оно тут самое идеальное. Ничего, по-моему, здесь нет. Хорошая вещь, которая прослужит не один сезон. Этих денег она не стоит. Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, и я рада видеть вас в новом видео на своем канале. Данное видео у нас будет о том, как я оживила статью из Яндекс.Дзен. Ранее я делала подборку 5 актуальных вещей с Валберес. Она набрала много просмотров, и я решила заказать все эти вещи и сравнить, так ли они хороши, как на картинке. Желаю вам приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Оценивать вещи мы сегодня будем по пяти критериям. Первый из которых это упаковка. Второе это соответствие товара изображению. Третье это качество материала. Четвертое это качество пошива. Ну и последнее это соответствие размерной сетки и как товар садится на фигуру. Первое, с чего предлагаю сегодня начать, это платье, которое мне кажется популярно стало этим летом. И давайте сразу же оценивать его упаковку. Приходит оно в брендированном зип-пакете, и мне кажется, что за упаковку уже можно смело поставить большой плюсик. Давайте его откроем и посмотрим на само платье. Платье это не из бюджетного сегмента, и на момент моего заказа оно стоило 3 с лишним тысячи рублей. Это при том, что его практически уже раскупили, и осталось совсем мало размеров. Ну и конечно платье осталось в единственной расцветке. Всего было 3 расцветки. Это оливковое, темно-песочного цвета, и вот такая вот в молочном оттенке, как у меня. Платье отлично проложено, видно, что производитель здесь постарался, и у него есть все фабричные бирочки. Что касается соответствия изображению, то мне кажется, за это тоже можно поставить большой плюсик, потому что платье действительно один в один, как на картинке. Ну и качество материала здесь меня тоже порадовало, это приятный трикотаж, который не будет слишком просвечивать, и возможно скроет какие-то недостатки вашей фигуры, если они, конечно, имеются. Состав здесь у нас тоже хороший, заявлено 55% хлопка, 45% акрила, и в общем-то он очень приятный к телу. Качество пошива меня здесь тоже порадовало, нет ни единой торчащей нитки, все красиво сделано, красиво обработано, и распуститься не должно. Платье это обладает свободным прямым фасоном, и внизу у него есть интересный элемент в виде бахромушек. Сделаны они хорошо, поэтому я думаю, что распуститься там ничего не должно. Что касается размерной сетки, то это платье было представлено лишь в едином размере, и как заявлено у продавца, подойдет до 46-48 размера. Ну уж на 48 размер не знаю, мне кажется, сядет вприток, а что вот касается моих параметров, то на меня оно село слегка свободно. Мне оно понравилось и по фасону, и по тому, как садится, и по качеству материала. И, кстати, такие платья я видела на Pinterest, и там было представлено очень много вариаций сочетаний с ними. Мне оно однозначно понравилось, и мне кажется, что это действительно хорошая вещь, которая прослужит не один сезон. А следующая позиция в нашем сегодняшнем обзоре – это юбка с валанами. Ранее я делала обзор на похожую юбку, отставлю вам подскажечку на выпуск на ютубе, и также я делилась ей в Телеграм-канале. Кстати, в моем Телеграме выходят не только обзоры на вещи, также я там публикую и интересные подборки, и не только вещей, а также товаров для дома и гаджетов. Если вам интересны такие обзоры, то обязательно присоединяйтесь, ссылочка будет в первом закрепленном комментарии. Итак, давайте смотреть нашу юбку. Упакована она здесь отлично, приходит тоже в зип-пакете, и, что немаловажно, она гораздо дешевле предыдущей юбки, и ее стоимость в момент заказа составила всего 1200-1300 рублей. Конечно, это гораздо бюджетнее. Юбка эта немножко расслешенная, обладает резинкой на талии, и мне кажется, она также полностью соответствует изображениям продавца. Что касается материала, то он здесь двойной. Первый – это наружный материал, обладает такой немножко поблескивающей, но приятно поблескивающей фактурой. Она здесь даже вперемешку с матовой смотрится очень симпатично и, как мне кажется, невульгарно. И второй материал – это материал подъюбника. Он здесь уже потоньше, и чувствуется, что он синтетический. Что касается состава, то, по-моему, в карточке продавца были заявлены полностью синтетические материалы. Это эластан и полиэстер, если я не ошибаюсь. Здесь, в общем-то, тоже все совпадает. Но верхний материал, он приятный на ощупь, и я думаю, что к телу также будет комфортен. Что касается качества пошива, то я здесь вижу парочку торчащих ниток, но мне кажется, это никак не вредит изделию. Их можно будет обрезать, и вполне все станет на свои места, ничего нигде не распустится. В общем, за качество пошива я бы тоже поставила плюсик. Каких-то косых швов я здесь не вижу. А вот что касается соответствия этой юбки размерной сетки, то я не могу сказать, что она полностью совпадает. Исходя из рекомендаций продавца для себя, я выбрала размер М, но мне кажется, что он мне немножко поддавливает в талии, поэтому поставить полноценный плюсик по этому критерию я, к сожалению, не могу. Такую юбку я не раз встречала на Pinterest. С ней собрано уже множество образов. Ее миксовали и с казаками, и с высокими сапогами, и даже с кроссовками в ретроэстетике. Мне кажется, вы также сможете перейти на Pinterest и без труда найти много сочетаний. Некоторые из них я вам здесь прикреплю. Если вам нравятся такие обзоры, то не забывайте поддержать его лайком и, конечно же, своей подпиской на канал. Ну а мы продолжаем. А дальше я предлагаю протестировать новинку от бренда Эквивалент. Это крем-парфюм, который подойдет для тела. Раньше мы с вами тестировали их духи, они оказались хорошие по стойкости, и запахи у них были на любой вкус и цвет. Так вот, теперь предлагаю протестировать еще одну новиночку. Приходит она в вот такой вот презентабельной упаковке, хорошо запакованная. И давайте, наконец-то, уже срезать с нее пломбу. Запакована она очень хорошо. Вау! И коробки у них здесь, кстати, очень презентабельные. Вы только посмотрите, какая у нее баночка с такой крышкой, как будто бы имитация под дерево. Сделано красиво, ну и смотрится очень дорого. Такой крем на Валберис стоит порядка 700-800 рублей, и мне кажется, это будет отличная идея для подарков. Крем этот у меня представлен с ароматом ванили и табака. Согласитесь, нестандартное сочетание подойдет не каждый. Внутри здесь вот такая вот дополнительная прокладка, чтобы крышка не испачкалась. И запах очень приятный, читается больше ванили, нежели табака. Но при этом ваниль здесь не яркая, не кричащая, она спокойная, она здорово ляжет на тело. Фактура у крема не водянистая и не слишком плотная. Она отлично подойдет на межсезонье и на более теплое время года. Крем нежный, приятный, хорошо ложится и оставляет такой приятный шлейф. Мне этот крем однозначно понравился, буду им с удовольствием пользоваться. И давайте откроем вторую баночку и посмотрим, что у нас там за аромат и какая там внутри отдушка. Также срываем с нее пломбу. Протестируем второй аромат, который называется черная вишня. Упаковка здесь идентичная предыдущему, ну и текстура крема, что я думаю, вряд ли будет отличаться. Здесь уже такой приятный шлейф вишни. И знаете, пахнет здесь таким приятным вишневым йогуртом. Очень нежный аромат, также не яркий, не броский. И текстура крема здесь идентичная предыдущему варианту. Очень нежный, легко наносится и быстро впитывается. С большим удовольствием могу порекомендовать этот крем, потому что я сама осталась в восторге после тестирования. Ну и как этот шлейф приятный аромат будет держаться на мне, тоже напишу. Все это вы сможете увидеть на экране. Далее предлагаю вам распаковать следующую мою находку. И я подозреваю, что это блузка с бантиками. Давайте посмотрим, как она упакована. Во всяком случае, у нее есть транспортировочный пакет. И внутри, к сожалению, больше ничего нет. То есть она у нас сюда просто так положена. Полный плюсик за упаковку поставить здесь все-таки мы не можем, потому что хотелось бы, чтобы продавцы лучше упаковывали свои вещи. А вот что касается соответствия товара и изображению, то здесь можно поставить просто огромный плюс, потому что наша блузка, мне кажется, полностью повторяет картинку. У продавца она была представлена в разных расцветках. Был и беленький, и голубенький, и желтенький, и розовый. У меня, как вы видите, она в голубой вариации. Материал здесь комфортный и приятный к телу. Не могу сказать, что он слишком плотный, но во всяком случае на свету эта блузка в голубом цвете не просвечивает. Он приятный, комфортный, ну и в принципе ощущается как стопроцентный хлопок. И внутри я как раз нашла все бирочки, где заявлено, что это и есть стопроцентный хлопок. В общем, за материалы здесь бы я тоже поставила большой плюсик. А вот что касается качества пошива, то не могу сказать, что оно тут самое идеальное. Есть торчащие нитки, есть внутри задвоенные швы, но их не видно снаружи, поэтому здесь я думаю, что можно поставить даже плюс-минус. Исходя из рекомендаций продавца на свои параметры, я взяла размер S. Он должен был подойти на 44-46, и я думаю, что эта блузка на меня сядет свободно. Отлично будет сочетаться с белыми вещами, с теми же белыми брюками, джинсами, юбками Макси. И она отлично впишется в летний гардероб и его разбавит. Как вы видите, эта блузка идет на завязках в виде бантиков, и это в этом сезоне очень актуально. Я не раз ее встречала на Pinterest, там очень много вариантов в сочетании с ней. И некоторыми из них я сейчас с вами поделюсь, вы их сможете увидеть на экране. На Valberts я эту блузку покупала чуть меньше, чем за 3000 рублей. Это хорошая цена для качественной и актуальной вещи. Ну а следующая вещь в нашей сегодняшней подборке – это костюм в пижамном стиле от бренда Sella. Вещи можно было купить как вместе, так и по отдельности. Речь идет о брючках, которые идут в пол, и, конечно же, об укороченной рубашке. Рубашка и брюки здесь непростые, у них интересный дизайн, и давайте уже на них посмотрим. Первое, на что будем обращать внимание, это, конечно же, на упаковку. Здесь я не могу сказать, что она какая-то на уровне. Это простые вот такие вот пакеты абсолютно, у которых нет ни зип-застежек, абсолютно ничего. То есть вот так вот разрываем и вынимаем наши вещи. Первое, что посмотрим, это брюки. Брюки идут в пол, они из тонкой. Наверное, даже, мне кажется, немножко прозрачной ткани, но ткани это приятные к телу, комфортные. Летом, в жару особенно, в таких вещах будет точно не жарко. Первое, это брюки обладают хорошей вот такой вот талией на резинке. Она отлично тянется, и вот здесь вот есть такая небольшая нашивочка. Также есть все фабричные бирки, и бирки эти у нас с размером S. Именно такой размер был рекомендован на мои параметры, и что хочется сказать, что он на мои параметры подошел, сел свободно, нигде ничего не тянет и не сковывает движения. То есть брюки соответствуют размеру. Что касается качества пошива, то он здесь тоже хороший, каких-то косяков именно у брючек я не нашла. Эти брюки у нас собраны как будто из разных лоскутков, из разных тканей, и за счет этого получается как будто они сделаны в технике пэтчворк. Посмотрите, карманы сделаны из одной ткани, это немножко такая нежная голубая ткань. Дальше это идет такая полоска более насыщенным голубом оттенке. Сбоку у нас идет еще отстрочка из такой белой ткани, и создается ощущение, как будто это у нас и вовсе не брюки, а спортивные штаны. И сзади у них вот так вот выделены кармашки, тоже здесь белый цвет использован. И давайте распакуем нашу рубашку, она здесь уже в упаковке немножко получше, это пакет, который нам не приходится рвать, за это плюсик. Она здесь, да, намного лучше упакована, все аккуратненько проложено, как вы видите, за это мы ставим ей плюс. Что касается материала, то он здесь идентичен предыдущему, ровно такой же, как и на брючках. Также используется эта техника пэтчворк, лоскутки разных тканей здесь собраны и белый, и светло-голубой, и такой уже более насыщенный цвет. Ну и фурнитуру здесь хочу похвалить, она здесь тоже хорошего качества, мне кажется, здорово подобрана и симпатично смотрится. На свои параметры я взяла размер S, как было рекомендовано у продавца, и он на меня сел свободно. Костюм можно носить как вместе, так и по отдельности, собрать такой более пижамный, расслабленный лук со шлепками, например, и какой-то простой майкой. А можно носить костюм и по отдельности, к примеру, использовать только рубашку с какими-нибудь белыми брюками, джинсами. И, например, отдельно использовать наши брючки с каким-нибудь лангсливом интересным, или, например, свитшотом и уже кроссовками в ретро-стиле. Каждая вещь из этого комплекта мне обошлась примерно в 2000 рублей, плюс-минус. И если покупать комплект целиком, то он обойдется в районе 4000 рублей. Это неплохая цена, но единственное, чуть не забыла вам сказать, что рубашка не очень хорошо сшита. Я нашла на манжетах места, где есть задвоенные швы. За такую цену хотелось бы лучшего качества пошива во всяком случае. А еще, друзья, я только что обратила на это внимание, оказывается, это непростые брюки в пижамном стиле. У них где вот как раз эта интересная полосатая отделка белая, внутри есть потайные пуговки. Я только прямо это увидела. То есть вы сможете, к примеру, вот хотите вы сделать как-то посвободней, оголить ножку, вы сможете их расстегнуть. И у вас получатся не просто брюки в пижамном стиле, а получатся брюки с разрезами внизу. Мне кажется, это отличная дизайнерская идея, за что мы поставим в цели еще один плюсик. Напишите в комментарии, что вы думаете по поводу этих брюк. Купили ли бы вы себе такую модель или считаете, что они сделали это напрасно. Если что, я как раз про эти потайные пуговки. Ну и последняя на сегодня, пятая актуальная летняя вещь, это легкая блузка, которая выполнена из полупрозрачной ткани и обладает актуальными на сегодняшний день рюшами. Давайте оценивать ее упаковку. Упакована она хорошо, пришла в зип-пакетики и я думаю, что повредиться не должна была. Также всегда особо приятно получать вещь с красивыми бирками. Здесь тоже можно добавить еще один плюсик. По первым впечатлениям, вещь полностью соответствует заявленному изображению и, мне кажется, стоит этих трех тысяч рублей, которые я за нее и отдала. Давайте теперь оценивать качество материала. Он здесь, как я уже сказала, легкий, полупрозрачный, но что будет приятен к телу, здесь я сказать не могу. Ткань обладает такой немножко шершавой, я бы сказала, даже какой-то шероховатой фактурой, поэтому в жару к телу, наверное, будет не слишком приятно. Состава, то сейчас мы его посмотрим на бирках, к сожалению, состав на бирке здесь не заявлен. Давайте посмотрим, есть ли какие-то дополнительные ярлычки. Нет, ничего, по-моему, здесь нету и, по моим ощущениям, здесь 100% синтетика, это 100%, наверное, какой-нибудь полиэстер. Во всяком случае, обращусь к карточке товара, посмотрю описание и добавлю вам состав, если он будет в карточке товара, разумеется, на экран. Что касается качества пошива, то не могу сказать, что он здесь отвратительный, он здесь хороший, сделано все хорошо, все швы обработаны аккуратно, ничего нигде не торчит, за исключением рукавов. Я заметила, что вот здесь вот не слишком все аккуратно оверложено и есть пару торчащих ниток, а также немножко видно место схода швов. Здесь, то есть, не слишком качественно обработано на рукавах. Во всем остальном, мне эта блузка полностью понравилась. Она обладает также красивыми, актуальными завязками спереди. Будет здорово смотреться в образах, например, с джинсами, с казаками, как это показано в карточке товара. А также она здорово впишется в какой-нибудь комплект с атласной юбкой Макси. На момент покупки стоила, как уже говорила, 3000 рублей. Этих денег она не стоит. На этом наше видео подошло к концу. Обязательно поддержите его лайком и своей подпиской на канал, если оно вам понравилось, оказалось полезным или интересным. И, конечно, напишите в комментариях, какая из позиций вам понравилась больше всего. На этой нотке я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok